Республиканский штаб во Дворце спорта продолжает сбор гуманитарной помощи для боткенцев. Два раза в день информация о необходимых вещах обновляется и распространяется в социальных сетях. Круглосуточно сюда привозят одежду, продукты, медикаменты и средства личной гигиены. Работа в штабе ведется по четырем блокам. В первом блоке молодые люди отвечают на поступающие звонки от горожан. Во втором блоке ведется непосредственно прием помощи. Затем сортировка и загрузка фуры. Сбор гуманитарной помощи мы указываем только здесь. И сотрудники мэрии, и именно ведомства мэрии, которые собирают свои продукты, в любом случае отправляются строго через республиканского штаба. Нет такого, чтобы единолично или какой-то район, или кто-то от своего имени отправлять. Сейчас работа в этот раз поставлена системно, пусть она пойдет под одной линией. Потому что наши сотрудники, сотрудники МЧС, они сопровождают груз от Бишкека до Баткенской области. Здесь, помимо официальных лиц государственных ведомств, работает от 1000 до 2000 волонтеров. Кроме гуманитарного штаба действует единый республиканский счет для предоставления финансовой помощи Баткенцам, который находится на балансе Министерства финансов. Со стороны мэрии осуществляется полностью материально-техническое обеспечение работы республиканского штаба по приему гуманитарной помощи, информационная поддержка со стороны пресс-службы муниципалитета. Также наши службы на сегодняшний день организовали в наших гостиницах города пункты приема граждан, беженцев из Баткенской области, у которых нет возможности остановиться в городе. Но в связи с такой ситуацией мы организовали в наших гостиницах города пункты приема граждан. Из Бишкека три фуры с гумпомощью успешно доставлены в Кадамжайский район Баткенской области. На сегодняшний день туда эвакуировали более 36 тысяч баткенцев. Местные жители размещают их в своих домах и оказывают всестороннюю помощь. Гуманитарная помощь, которая приходит, вовремя распределяется. Мы со своей стороны вместе с жителями Кадамжая стараемся собрать гигиенические наборы и другие необходимые вещи. Волонтеры и активисты сплоченно помогают и создают необходимые условия тем, кто хочет уехать в Ож или в Бишкек. Напоминаем, для получения информации о необходимых вещах для предоставления гумпомощи работает короткий номер 1227. Республиканский штаб будет принимать помощь до тех пор, пока ситуация в Баткенской области не стабилизируется. Аяна Исенкулова, Марат Эшатов, Эльдара Нарбеков, ЛТР Бишкек.